Ас-саляму алейкум, с вами Ислам ТВ Вопрос Считается ли прелюбодеяние, зина, грехом, если ты подумал о нем, но не совершил? И какие еще бывают разновидности зина без прикосновения женщины? Ученые говорят, что за плохие и неприличные мысли, которые приходят в голову, человек не несет ответственности. Представлять в своих фантазиях совершение прелюбодеяния с кем-либо не является самим прелюбодеянием. Однако эти фантазии могут подтолкнуть человеку к совершению тех или иных ошибок и даже могут подтолкнуть к совершению греха. Как минимум человек, предаваясь подобным фантазиям, впустую расходует свое время, поэтому необходимо контролировать свои мысли. Ну что ж, давайте узнаем подробнее, что об этом говорят ученые. Если вы хотите как-то поддержать нас и распространять религию Аллаха вместе с нами, то вы можете поставить лайк этому видео, подписаться на канал Ислам ТВ и на инстаграм Ислам ТВ Сунна. А также можете стать спонсором этого канала, нажав на кнопку «Спонсировать» и сделать себе подарок Судному Дню. Сообщается, что посланник Аллаха, алейиссалатуассалям, сказал «Защитите себя от датского огня, хотя бы с помощью половинки финика, а если не найдете этого, то с помощью доброго слова». Этот хадис передали Аль-Бухари, Муслим, Ахмад, со слов Ади ибн Хатима, «Табуй довольным Аллах», хадис достоверный. Мы всегда будем рады вас видеть в наших рядах. Всевышний Аллах в Коране говорит, смысловой перевод, «Не приближайтесь к прелюбодеянию, ибо оно является мерзостью и скверным путем». Исходя из слов «Не приближайтесь», ученые вынесли решение о том, что любые действия, которые могут привести к прелюбодеянию, являются запретными, а к прелюбодеянию могут привести такие разновидности Зина. То есть, помимо традиционного понимания прелюбодеяния, также выделяются и другие его виды разновидности без прикосновения женщины, которые как раз-таки и приближают к совершению этого греха. Прелюбодеяние глаз. Намеренный взгляд в сторону запретного. Например, рассматривание чужих голых тел вживую, просмотры греховных фильмов, эротических журналов. Прелюбодеяние ушей. Намеренное выслушивание чего-либо запретного. Например, как секс по телефону. Прелюбодеяние языка. Намеренное высказывание запретного. Например, флирт. Прелюбодеяние рук. Намеренное прикосновение руками к запретному. Например, прикосновение к чужим половым органам. Прелюбодеяние ног. Намеренное следование к запретному. Например, поход в бордель или стриптиз-клуб. То есть, к этой категории деяний можно отнести просмотр фотографий или фильмов сексуального характера. Поэтому смотреть подобные материалы также считается запрещенным, так как все грехи и падения нравов начинаются именно с созерцанием запретного и неприличного, который затем переходит в практические действия. И основная проблема это для тех, кто не представляет своей жизни без телефона, инстаграма и так далее. Кроме того, что видят глаза, откладываются в его памяти, а затем становятся основой возникающих фантазий. И куда бы ни пошел человек, и где бы он ни оказался, эти неприличные изображения сопровождают его, находясь в его памяти. За те мысли и фантазии, которые непроизвольно возникают в голове человека, он не несет ответственности. Однако, если мы сознательно создаем эти фантазии, то это может нанести вред нашей душе и направить нас к совершению плохого. Кроме того, фантазии на подобные темы свидетельствуют о неправильном использовании человеком дара воображения. А что вы думаете об этом? Насколько это опасно? И напоследок приведу еще один прекрасный хадис. Передает, что Ибн Аймар, да будет Всевышний Аллах доволен им и его отцом, рассказывал, что посланник Аллаха, алейсаляту ассалям, сказал, «Избегайте тех скверных деяний, которые запрещены Всевышним Аллахом. Но если кто-нибудь совершил одно из них, то пусть умолчит об этом и покается Всевышнему Аллаху. Если же он откроет нам совершение им прегрешения, то мы накажем его в соответствии с Писанием Всевышнего Аллаха». Этот хадис передал Аль-Хаким. Отосланную версию этого хадиса передал Малик в сборнике Аль-Муватта со слов Зайда ибн Аслама, да будет доволен им Всевышний Аллах. Дорогие братья и сестры, давайте вместе сделаем дуа, ведь нам неизвестно, у кого из нас Всевышний, иншаллах, примет дуа. Да оградит нас Всевышний Аллах от всех разновидностей Зина. Скажите Аминь. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракату.